В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Вернут ли льготы диабетикам Саров посетили представители регионального министерства здравоохранения? Дорога зловония, куда вывозится осадок сочистных сооружений? Подними голову, наш город присоединился к флешмобу, посвященному 85-летию Юрия Гагарина. Далее расскажем обо всем подробно. Вернут ли льготы диабетикам? Начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Ачикурова посетила наш город с рабочим визитом. На повестке дня вопрос о мерах поддержки инсулинозависимых саровчан. Эта тема наиболее актуальна в свете приостановки программы предоставления денежной компенсации на приобретение тест-полосок и расходных материалов для больных с сахарным диабетом. На встрече с представителями Минздрава присутствовали руководители города, депутаты, главный врач КБ-50 и жители города. Чтобы было у всех понимание, механизм будет такой. Пациент, как и раньше, приходит к лечащему врачу. Лечащий врач выписывает рецепт на необходимое медицинское изделие. И дальше уже с этим рецептом пациент идет в аптеку, куда он всегда ходит за получением бесплатных лекарственных препаратов для получения расходных материалов. Нам нужно сделать определенные расчеты для того, чтобы заложить это и в закупку, и в процесс доставки, для того, чтобы уже необходимое количество нуждающиеся получили. Подробно о визите представителей Министерства здравоохранения в Саров расскажем в наших ближайших выпусках. К другим новостям. В последние несколько дней в городе активно обсуждается вопрос, что и куда вывозят грузовые автомобили, от которых исходит характерный неприятный запах. Выяснилось, что в течение дня грузовики выезжают с территории очистных сооружений, проезжают через третий КПП и отправляются на песчаный карьер около границ города, где выбрасывают содержимое прямо на территорию добычи песка. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Хорошо, что телевизионные камеры не передают запахов. Откровенно, за моей спиной сейчас находится гора нечистот. Пахнет она соответствующим образом, дорогие друзья. Отходы складируют практически в самом центре песчаного карьера, расположенного в нескольких сотнях метров от периметра города. Ранее осадок с очистных сооружений вывозили на городской полигон ТБО. В этом году конкурс выиграла частная компания. Планируется вывести с очистных 6 тысяч кубометров так называемого осадка. Обозначенный срок окончания работ – 30 марта. Это осадок с очистных сооружений, который проходит биологическую, химическую очистку, обеззараживание. Лежит у них там 5-7 лет. Они потом, когда этот осадок, нужно вывозить просто по закону. Значит, он идет, у них написано, идет на рекультивацию, на газонное. По словам руководителя компании, этот осадок в недалеком будущем станет основой для плодородного слоя, который будет необходим после рекультивации песчаного карьера. Мы по проекту здесь вот все выровнять обязаны, сделать и засыпать его плодородным слоем, на котором должна расти естественная трава. Как рассказал Геннадий Чапанов, эти отходы относятся к пятому классу опасности и не представляют угрозы для экологии. Отметим, что абсолютно ко всем отходам, вне зависимости от степени опасности, предъявляют строгие требования к транспортировке и хранению. Такого, кстати, отсадка где-то 1060 лежит в ночных сооружениях просто на земле. Проверив информацию в открытых источниках, мы не обнаружили в списке отходов пятого класса опасности осадка сочистных. Для получения разъяснений мы отправили официальные запросы в МУП «Горводоканал» и Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. Ответы, которые мы получим от организации, мы озвучим в ближайших выпусках новостей. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». В Саровском драматическом театре идет работа над постановкой по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад». Режиссер спектакля Антон Неробов, художник-постановщик Владимир Ширин. Последняя пьеса, написанная Чеховым, дает авторам пространство для интерпретаций. Каким будет «Вишневый сад» на сцене Саровского драматического, зрители увидят 30 и 31 марта. Другая важная информация в подборке коротких новостей. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расскажут по телефону. Горячую линию по этой теме в среду 6 марта проведет Нижегородское управление Федеральной налоговой службы. Звонки от граждан будут принимать по телефону 8 831 416 2205. В Сарове стартовал конкурс школьных эссе на тему «Если бы я был депутатом». Он приурочен к 25-летнему юбилею первого заседания Саровской городской думы. Свой взгляд на работу органов власти могут изложить школьники с 5 по 11 класса. Эссе будут принимать до 19 марта по электронной почте дума-собака-адам-дефис-саров.ру. Более подробная информация по телефону 9 777 73. Саровчам приглашают на турнир по дарцу, посвященный Международному женскому дню. Соревнования пройдут 11 марта в фойе «Клубо Прогресс». Начало в 18 часов. Приглашаются все желающие. Особенно организаторы ждут представительниц прекрасного пола. Более подробно о предстоящем турнире можно узнать на официальной странице Саровской федерации «Дарц» ВКонтакте. В Центре поддержки предпринимательства прошла встреча с руководством Фонда развития промышленности. Саровским бизнесменам рассказали о льготных условиях софинансирования и реализации новых промышленных проектов, а также о займах, которые стимулируют приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Подробнее о встрече расскажем в следующем репортаже. Встреча с представителем Фонда развития промышленности была организована при поддержке правительства Нижегородской области и органов местного самоуправления для представителей малого и среднего бизнеса Сарова. Предпринимателям рассказали о тех инструментах поддержки, которые может предоставить фонд. У меня лозунг всегда один. Мы вам помогаем, привозим людей, помогаем с развитием, а вы нам даете новые рабочие места и новые налоговые отчисления на все уровни Нижегородской области и, конечно же, городским бюджетом. Фонд уже оказал помощь многим предприятиям из разных регионов России. В том числе заем получили 15 проектов из Нижегородской области. Его миссия заключается в том, чтобы инвестировать на условиях на возвратной основе, но дешевые, под небольшие проценты, под 1, под 3, под 5, по разным программам, давать займы под инвестиции предприятиям, которые попадают по КВЭДам, под ведомственными промторгами. Проекты, которые фонд готов финансировать, направлены на разработку новой высокотехнологичной продукции, модернизацию и создание конкурентоспособных производств на базе доступных технологий. Также на встрече речь шла о существующих программах субсидирования коммерческих инвестиционных кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Внешне это все красиво, мы помогаем получать главный бизнес, но на свете деньги, это государственные деньги, это перекладывается в КВЭД. Предпринимателей интересовало развитие внебанковских финансовых инструментов, через которые государство могло бы финансировать развитие бизнеса под более низкие проценты. По мнению представителя фонда развития промышленности, его ведомство, которое финансирует развитие бизнеса под более низкий процент, показало эффективный результат. В прошлом году фонд выдал более 20 миллиардов различным предприятиям, однако при правильном подходе объем помощи можно увеличить в разы. Завершился региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Она проводится ежегодно по 24 предметам. Участвует в Олимпиаде более 6 миллионов школьников со всей страны. Всероссийские интеллектуальные соревнования проходят в 4 этапа. Саровчане попробовали свои силы в областных испытаниях по 19 предметам. Самое главное – это найти то, за что можно хватиться. Нерешаемых задач не существует, уверен победитель регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по химии Николай Неделько. В интеллектуальных соревнованиях молодой человек участвует не первый год и с опытом нашел свою систему по решению самых сложных заданий. Практически любое задание можно решить, если систематически к нему подходить, то есть постепенно раскручивать колбок. Победителями регионального этапа стали еще трое саровчан – Владимир Старченко, Александра Анесина и Арсений Федоренко. В марте и апреле ребята отправятся на заключительный этап конкурса. Олимпиада проводится в 4 этапа – в школьный, муниципальный, региональный и заключительный, всероссийский. Призеры муниципального этапа едут на региональный. И дальше уже те люди, которые набрали на региональном этапе нужное количество баллов, они проходят далее на заключительный этап. Всероссийская Олимпиада школьников – это самое масштабное интеллектуальное состязание в России, в котором ежегодно принимают участие более 6 миллионов учащихся. Проверить свои знания школьники могут по 24 предметам. Я участвовал по экологии, по экономике и по географии. Стал призером лишь на экологии. В следующем году я хочу выступать на тех же Олимпиадах и занятия на них еще больше призовых мест. Все больше школьников решается принять участие во Всероссийской Олимпиаде. Победа в конкурсах подобного уровня – дополнительный шанс поступить в самые престижные вузы страны. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Ученики второй гимназии представили новый музыкальный спектакль «Прорыв». Его подготовили на театральный фестиваль-конкурс «Теарт Олимп Росатома», который проводится среди коллективов из городов участников проекта «Школа Росатома». В этом году фестиваль посвящен 65-летию Атомного ледокольного флота России. Общая тема всех постановок – капитаны. В основе спектакля лежит приключенческий роман Вениамина Каверина «Два капитана». Эта история, знакомая всем со школьной скамьи, в интерпретации гимназистов обрела новое звучание. Как рассказали сами ребята, в первую очередь они хотели донести до зрителя, что никогда не нужно отступать, когда следуешь за своей мечтой. Он будет интересен не только детям, но и взрослым, так как в нем поднимаются темы, которые заставляют задуматься. Самое главное в этом спектакле, что он о чем-то. Глеб играл в спектакле Саню Григорьева и его друга детства Жукова. Как остальные артисты, Глеб блестяще исполнял свои роли, пел и танцевал. Своих капитанов сердца не забыли, не забыли. Первыми зрителями спектакля стали одноклассники и учителя юных артистов, которые сопереживали героям и поддерживали своих товарищей на сцене. Оценивали постановку представителей департамента образования. Но самое главное, те ребята, которые сегодня были здесь, мне продемонстрировали готовность к взрослой жизни. Другое осознание, другое переосмысление, наверное, себя. И такие спектакли, и проживание себя в таком спектакле позволяет тебе встать на новую ступень. Новую ступень развития, новую ступень самоосознания, новую ступень вообще понимания, куда ты можешь двигаться дальше. Видеозапись спектакля отправят на финальный этап конкурса «Тиарт Олимп Росатома», на котором жюри выберет лучшие постановки. Их представят на финале в Новоуральске. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Подними голову! Детская библиотека имени Пушкина и ученики начальных классов 13-й школы присоединились к сетевому флешмобу, приуроченному к 85-летию Юрия Гагарина. Акция проводится в России уже несколько лет, и впервые в ней участвует наш город. Подробности в следующем репортаже. В третий раз жители нашей страны отмечают день рождения первого человека, облетевшего нашу планету, и отдают дань его подвигу флешмобам «Подними голову». В честь юбилея Юрия Гагарина наш город присоединился к общероссийской акции. Сотрудники детской библиотеки решили добавить флешмобу информативности, пригласили к участию первоклассников 13-й школы. Они активно откликнулись, были самыми отзывчивыми, но, наверное, им это очень интересно, потому что все-таки они только начинают делать первые свои шаги в школьном образовании, им хочется, им все интересно, они хотят узнать новое, они жаждут новых открытий, новых знаний, поэтому они активно откликнулись. За 10 минут школьной перемены библиотекари рассказали ребятам Аюре и Гагарине о значении его полета для человечества. А потом настала очередь самой зрелищной части флешмоба. Все вместе запустили в небо шарики цветов российского флага и оранжевые шарики в цвет скафандра. Гагарина посмотрели все вверх, запечатлели, порадовались. Пять, четыре, три, два, один! Всем, кто хочет присоединиться к флешмобу, нужно сделать селфи с поднятой в небо головой и разместить ее в интернете с хэштегами «Подними голову» и «Гагарин85». Цветы едва ли не главный атрибут самого весеннего и красивого праздника 8 марта. В преддверии Международного женского дня все мужчины озадачены одним вопросом – какие букеты подарить своим дамам? Специалисты утверждают, при выборе цветочных композиций на 8 марта нужен особый подход. Международный женский день – волнительный праздник не только для прекрасной половины человечества. В канун праздника цветочные магазины становятся местом встречи для мужчин всех возрастов. И каждый, выбирая цветы, старается создать такой букет, который бы поразил его вторую половинку. Все девушки без исключения любят ранунку. Плюс это вот такой цветочек, как ты видишь, такой пионовидный. Очень долго стоит, очень хорошо. Также гортензия, которая сейчас находится именно в тренде, в моде. И матиола. Как рассказала нам Екатерина Флорис с многолетним стажем, сегодня девушки отдают предпочтение цветам букетам пастельных тонов. Покупая цветы на 8 марта, мужчинам следует помнить, что порой эксклюзивность букета важнее его пышности. Как говорят специалисты, не существует универсального букета. Выбирая такой подарок, следует учитывать интересы, предпочтения и даже возраст того, кому он предназначен. Самое главное, если ты хочешь, чтобы девушке понравился твой подарок или букет, надо его делать с душой. И дарить тоже с душой. И тогда он в любом случае понравится. Чтобы букет радовал своим ароматом и красотой как можно дольше, при покупке обратите внимание на плотность бутонов. Они должны быть упругие, без завязших и гнилых лепестков. Специалисты и цветочной индустрии утверждают, если цветам ежедневно подрезать стебли и менять воду в вазе, хорошая композиция простоит минимум неделю. Кирилл Васильев, Владимир Лисовик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова